Как театр начинается с вешалки, так полиция начинается с дежурной части. В день сотрудника органов внутренних дел России мы расскажем о буднях тех, кто первым узнает о случившемся и приходит на помощь людям, пострадавшим от неправомерных действий преступников, пьяных дебоширов или домашних тиранов. Евгения Пащенко в полиции знает едва ли не каждый. В органах внутренних дел он служит четверть века. 25 лет назад молодым сержантом он целенаправленно пошел работать в милицию. Говорит, всегда хотел быть полезным обществу. Пять лет отдал патруль на постовой службе и перевелся в дежурную часть. Говорит, скучать не приходится. Женщина позвонила буквально несколько месяцев назад. Позвонила, сказала, вот я стою у себя дома, смотрю в окно, на соседний дом. А там на подоконнике стоит человек, уже длительное время. Я считаю, что его держат под прицелом. Ну, направили сотрудников туда. Тут же эта женщина перезванивает, говорит, моя дочка подошла. Мама говорит, ты что, не видишь, что ли, очки эти? Там дерево стоит. Особенно часто странные звонки поступают осенью и весной. И на каждый такой вызов оперативные дежурные обязаны незамедлительно реагировать. Так прописано в инструкции. Впрочем, бывают и совсем необычные случаи. Дежурный по рации кричит, там, подъедьте на заводскую. Где-то в подъезде, там, сова не дает никакого прохода ночью. Приехали молодые сержанты. Ну, сова улетела. В общем, через окно разбила сама и улетела. На втором этаже через окно ушла. Здоровая такая сова. Это во время интервью. Евгений улыбается и шутит. А вообще служба в дежурной части очень напряженная. Требует стальных нервов и выдержки. Ведь именно сюда поступают все сообщения о каких-либо происшествиях. Именно оперативные дежурные чаще всего первыми узнают о ЧП, начиная от мелких краш и пьяных дебошей, заканчивая жуткими катастрофами и убийствами. И вот здесь как раз важно обладать спокойствием и быть хладнокровным. Не менее важно уметь оперативно принимать быстрые и в то же время единственно верные решения. Как только сообщение о ЧП поступает в дежурную часть, к месту случившегося отправляется оперативная группа. Полицейский оценивает обстановку, опрашивает пострадавших и свидетелей. Вот тут-то сотруднику правоохранительных органов на помощь приходит умение наладить контакт с человеком. Оперативные дежурные – это своего рода психологи. Ведь когда человек находится в стрессовой ситуации, он может вести себя не совсем адекватно. Поэтому полицейский всегда готов к любому развитию событий. Бытовые происшествия, преступления, семейные драмы. И бывают конфликты среди молодежи, подростков. Ну не подростков, конечно, но молодежи. В питейных заведениях очень много часто бывает. Сергей Локтев на службе в полиции 24 года. Говорит, за это время чего только не повидал. Работа действительно стрессовая, поэтому важно пристально следить за здоровьем. Именно здоровье, кстати, Сергей пожелал и своим коллегам. Хочу пожелать пенсионерам МВД, коллегам, действующим сотрудникам полиции, крепкого здоровья в наше тяжелое время. Главное – крепкое здоровье, успех во всем. Редакция телеканала «Север» присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам органов внутренних дел спокойной службы и крепкого здоровья.